так всем привет ты тут солнечная италия на проводе вышли сегодня собачками кстати два дня у меня уже не выходили то дождик был трава была мокрая прохладно было на улице или у меня приливы мне жарко но на улице весна-весночная я еще уходила дома дурочка включила батареи сейчас труду выключу просто весна-весночная на улице теплота ну хотя я смотрю кто на велосипедах в шапках на может задувает ветер не вот эти велосипеды которые в каско господи куда снимаю хочу сейчас пройтись вот здесь где загонщики для собак хочу посмотреть насколько там позволяет их спустите с поводка чтобы они побегали потому что там после дождя все время не просушивается земля не очень грязно так должна была прийти сегодня доктор сделать прививки кошакам и она мне позвонила говорит не могу говорит я уже несколько дней лежу горит болею вот это самое ну выздоравливай внешние прям там не срочно не на не срочно на выздоравливая говорю и спросила у нее за щенковую парку подкорм надо давать она год сколько щенков я ридвое она одну в принципе она должна справляться еще да вот она подкорм можно делать три раза уже в день надо купить все подходящее для них типа питания вот этого детска я имею ввиду мясо детского перекрыли сейчас мы посмотрим там просто сейчас если я их спущу она еще более-менее а если она придется спустить наверно пусть побегают придется его купать полностью потому что он конечно упачкивается я их одним отдела кофты сегодня можно было не одевать но из-за того чтобы живот не пачкался сейчас посмотрим я смотрю полностью у меня попадаются плейлисте на ю тубе на кухонном телевизоре все вот эти вот кавказская пленница все все фильмы классика бриллиантовая рука фоном играет так классно вообще попала я просто не умею сама там нету русского текста я сама не умею забивать идите сюда сейчас поезд будет ехать подожди дэннис это можно было перелесить вот я просто сама не умею забивать этим вот надо спросить у саши или у карлоса можно не могут поменять текст на русский тогда можно сама что-то искать поиска в поисковике я не умею и перелазим мы перелезли будем заходить погуляли нагулялись уже все сели сидят а я буду не брала я вообще не думала что мы сюда с вами пойдем собачка еле-еле у женщины ходит и старенькая навреда идите набегайся уже будет дожди опять и все будете дома сидеть я выбежала быстренько волосы были в хвосте на голове что попало что вам рассказать все хорошо замечательно удивительно спрашивает где попала софия софия она работает субботу-воскресенье они встречаются с друзьями у нее сейчас немножко такой сложноватый период я туда не лезу в ее голову она говорит шоу бытовуха засосала ритмама я дать вообще не хочу ни с кем разговаривать у меня то что побываешь я ни с кем не хочу разговаривать энергии видно энергии не хватает наша мне тоже когда я не хочу разговаривать мне нужно отлежаться там отъесться там вообще помолчать потому что я потом чем больше туда трендю тем больше энергии теряет почему в очках да потому что я какая-то блин я не знаю вообще а вот смотрите видите ботокс начинает ботокс видите проходит вот он видите ботокс проходит так что надо закалывать будет через месяц через два его по-любому надо будет делать вот можно его конечно не делать но сейчас скажу тебе не трогайте челку такой саша уложить нормально все вышло но все это понимаете когда ты уже видел эффект с ботоксом твои твоего твои рожи лица то уже без ботокса не камуфло понимаете вот конечно в италии здесь дорого здесь он стоил на по тем временам 300 чем-то это там несколько как они говорят единиц там несколько складок в турции когда я делала подруги или сергеевны и вот девочки которые салону татьяны у ее косметолог косметолог или как они косметолог на вот у нее стоило это 100 долларов по тем временам вот это стоило 100 долларов и полностью она прям хорошо делала хорошо все держалось вот шоты со вы сели сидите домой что ли пойдем что все набегались но мне в принципе надо магазин выйти мне надо все равно сейчас и когда мы прийти покупать лапы им помыть ну ну шанель и какой грязный этот самый стал кофта меньше мыть будет когда в кофтах мне надо купить туалетную бумагу надо купить им еда у них еда закончилась паштет побежал куда-то ой ну погода прям шикардос до мощность приду выключу батареи наверно потому что сушить на батареях нечего мне все постирана все это самое тоже было не выйдя с ними потом холодно ветер задувал сильный потому что он просится выйдя с ним она расстраивается а ее тащить когда ветер и дождь это сиськами а наш кормит кормящая ж мать естественно нет я когда домой прихожу мой им лапки все что вам рассказать за карлика значит за карлика так как он когда я была в турции как он там расписывал и это же не за один раз а за несколько раз сколько там было три сезона и он же это сама и ты как только зайдем сойдешь с трапа самолета че драпа в общем короче драпать когда будешь оттуда сюда говорит я прям вот сразу прям с кольцом и мы прям сразу женимся здесь когда мы сидели в компании друзей я говорю ну как бы мне не предлагают как бы я и не напрашиваюсь потому что там я уже была и там ничего интересного нет и вообще я привыкла жить одна тем более сейчас момент кризиса вот этого вот мини-пауза этой вообще никого видеть рядом не хочется это по крайней мере так у меня я не знаю или какое-то вот опустошение эмоциональные у меня эмоциональное выгорание мне надо эмоцию эмоцию не поможди и словить хотя эмоция энергия это все что окружает вокруг нас да то есть эмоция энергии это живая еда живое общение это птички солнце воздух потому что воздух это же как и энергии тоже мы не можем жить без энергии даже как без воздуха вообще я не понимают ладно там есть местами какое-то эмоциональное выгорание есть люди которые они вообще без эмоциональные у них вообще энергии в принципе уже даже в раннем возрасте уже не хватает но я считаю что энергия это еще такой стимул знаете вот когда есть какая-то задача цель и она тоже придает нам энергию ну и конечно же общение когда у тебя в общении люди счастливые вот не как бы банально не звучало не звучало не устану повторять когда вокруг тебя люди эмоционально подпитаны когда они счастливы понимаете вот тогда с ними легко ты находишь ты от них берешь это ты от них как-то хочешь чего-то напитаться знаете какой-то жизненного опыта даже у меня на эмоциональное выгорание я очень много думаю о том о чем не надо опять же я задаю сама себе вопрос сама на него отвечаю и все и остапа понесло вот это вот у меня единственное что моя проблема кстати многие ученки написали вот когда подстриглась говорит сразу не понравилось а вот это сейчас уже так хорошо укладывать она сейчас учитывайте что я когда сплю я все равно завязываю наверх хвост если сегодня утром смотрела видео женщина говорит что он и ломается волос от того что вы завязываете резинка не вяжите волос резинкой но я его принципе не сильно так уж и сдавливаю вот а сейчас щелка отрастет будет намного конечно симпатичнее да у меня была такая стрижка девочки написали у вас же было 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 такая стрижка вот даже в том году когда я ездила в сан рэму вспомните у меня был короткий волос в этот год в этом году спрашивали за конкурсы девочки будем ли ездить был конкурс 1 по 4 я ездила в болонию к милочке потом сейчас идет на сан рэму на февраль но опять же смотря где этот кто их проводит эти конкурсы и где они в каком помещении понимаете потому что это тоже ну как бы хотелось бы да там что поприятнее само по себе помещение было вот в конкурсах мы будем ездить и будем участвовать просто сейчас очень много конкурсов они идут региональные не национальные но оригинальные конкурс это такое знаете ну типа вот получить энергию расслабиться это когда вот в регионах идут эти конкурсы не в национальной которые дальше тебя куда-то поведут кастинги пока тоже ничего не говорят все молчат они начнутся уже по весне я смотрю в инстаграме до сих пор все поздравляют всех с новым годом я сейчас не говорю за страны бывшего снг или как она там правильно это говорится у нас это все совершенно по-другому по-другому это все отмечают здесь уже как-то все вот у них был главный план праздник это натальи рождество когда они собирались всей семьей за огромным столом дарили другу подарки новый год они отмечают как они хотят тоже больших компания только уже тому не с родственниками с друзьями вот и все сейчас 7 от стучит через два дня там через 3 стучит праздник бифаны детский когда им приносят конфеты за то что они год себя хорошо вели вот и как бы и все будут готовиться к пасхе я говорю уже тут уже даже маргаритки растут уже маргаритки видите уже весна веснущая собака ногу не подняла не настало как это бывает часто потом не его купать приходится с головы денис шанин дямо вот так что вам сказать и я смотрю там еще все продолжают поздравлять друг друга с новым годом здесь это вообще уже не чувствуется все праздники отгремели уже восьмого по идее уже в елку разбирает после бифаны после их не вот и все я еще конечно подержу елку до числа 15 уже потихонечку тоже буду все разбирать хочется уже прям помыть все и ну огонечки естественно я оставлю огоньки мне нравится поэтому на двери будут у меня огоньки на кухне единственное что я купила немножко не тот огонек не купила такие знаете как они железные прутня и они цепляются друг за друга не посмотрела не почитала как всегда было купить пластмассовую такую нам вы поняли до пластмассовой штучки не надо сюда большой собакой пусть они уже набегаются нагуляются хотя они уже все свои дела сделали так забыла смысл потеряла сказать за то что королета предлагал же замуж когда я была в турецких землях турецкого султана на вот так вот он говорит мы сидели в компании он говорит я так не предлагаю они оттуда не женитесь до сих пор столько лет предлагают как бы там это неправда я предлагал и там это женщина говорит которая была у меня на видео когда вы задавали вопросы что типа она старшая а он младше и и да она не моим не постарше по моим 50 с чем-то а ему около 30 может 32 не помню вот не важно не об этом и она говорит неправда а куда-то уезжала он тебе говорил предлагалось смысле привал на словам пусть кольцо тащит что значит предлагал на словах а он говорит нет девочки сейчас камеры мальчики мужчины на себя не перевожу потому что так удобно держать телефон потому что виду собак иногда выхожу за рамки тротуара на большую дорогу потому что знаешь где-то здесь собаки вот и короче он говорит нет ищи дом пойдем жить вместе ведь я за него буду платить не нагулялись так вот всегда вот всегда так что там не бегали я буду за него платить вот и потом уже когда мы будем жить вместе я сделаю тебе уже официальное предложение с кольцом а там говорит типа условия условия будем жить вместе я не смогу в одной комнате говорю спать говорю потому что этот храп это ну во-первых я плохо сплю и ему рано на работу вставать я плохо сплю я просыпаюсь несколько раз в ночь потому что она у меня вот эти вот приливы отливы и все остальное во вторых ты храпишь пердишь я не могу просто она сосредоточиться вот она вам надо у вас дома полные полные чаша кошаков хороший дом красивый какой-то такой да и ту и такие хорошие здесь это тот маленькая вот это вот площадочка интересно молодежь здесь и сидит и она вот такие вот дела сейчас вам приду я же обещала показать вам туалет что типа что ли туалет же остановился на ремонте да спасибо тот самый вот она так всегда кухня и туалет это она самая тяжелая в ремонте покажу как я более-менее там она в принципе там и было более-менее зеркала бы не не трогала и было бы все нормально потому что я полезла к этим зеркалам сняла их и на плитке остались дырки погода прям шикардос прямо все супер я же еще ночью встаю потом воды попьет утром встанешь для какая-то вся пухшая я не знаю даже не знаю на что сгрешить говорила елочки уже выкидывает потому что все новый год прошел очки ну что сейчас переключимся салат у меня есть кстати салат сейчас стал рубль 69 он раньше был рубль 20 примерно вас и сориентировать было даже 19 так редиска как было так и есть по 99 она не подорожала малина 295 3 евро я щас капусту тащить не буду на себе был 15 килограмм мясо спрашивали девчонки часа вас ориентирую по мясу кстати я фрукты всегда ела мне надо просто машина с карликов чтоб на себе не тащить нужна капуста квашеная я сажусь на интервал живот просто стоит от колбасок женщина так по колбасам вас сориентировать ну как она была вот баллоне мы ездили 29 она иногда со скидкой по рубль 30 вот так мясо давайте мясо сегодня гамбургер к 349 стоил он на 6 99 процентов сконта на него здесь вот есть такая корзинка 30 процентов на кассе если товар уже как бы использование вот такая вот значит стоит 399 филе то что такое то сердце да наверное до сердца 100 399 10 процентов скотка 359 здесь 2 12 кстати можно наварить собачкам как лакомство сейчас я им паштет куплю они мне нужно было капуста на борщ 440 я бы не сказала что это ну как бы я не знаю я не для меня для одной учитывая что саша тут там то здесь мне хватает для меня это недорого грудка 516 это кто любит грудку феготы рубль 70 это печенка печенка и сердечки курица че целая курица стоит 645 огромная но я считаю что это не дурно для курицы не ну смотря с ней и опять же для меня потому что я с нее сварю бульон на борщ примеру еще мне останется она пожарить то есть я не приведет его в еде ну в общем вот такие вот цены шипа сориентировать потому что здесь пишется аж одна цена здесь на упаковке допустим 399 два таких вот маленьких от курица дешевле понятно я не разбираюсь я так вам показываю для вида мне надо купить собакам виду вот такие вот маленькие в лидоле они дешевле стоит другой фирмы их можно добавлять видите и в машинку для запаха одежды и можно добавлять когда вы мойте полы запах просто потрясающий вообще я беру вот такой вот тут сейчас сегодня потому что у меня со скидкой здесь не написано что можно быть полы но в принципе они все одинаковые очень классный гель его мало чуть-чуть надо потому что смотрите 292 то же самое что типа там и поверхность можно мыть и унитазы и еще и полы да а здесь типа полы не нарисованы но стоит дешевле я его взяла обожаю вот эту вот марку это просто нечто девчонки я что-то еще взяла а я взяла только вот фиолетовые естественно фиолетовый лавандочку а вот такой я взяла для мытью полов да вот этот вот антикалькар потом уже прочитала что супер антикалькар все-таки больше но а вот тут рядышком и стояла это лавандовая вот я взяла ее для для полов она очень супер вскрашивали за яйца 4 яйца рубль 29 зависит еще от марки потому что это типа bio рубль 59 здесь 6 яиц по 89 6 яиц со скидкой они сегодня идут 31 кстати я просто тащить на себе не хочу не принять я бы не сказала что подорожали там же они остались 10 яиц как они стоят картошка тоже рубль 95 а это картошка 2 95 потому что здесь килограмм стоит рубль 97 а это рубль тридцать не знаю в чем отличие меня как вся картошка одинаково просто сидят видите они разные там типа это там они наверное это итальянская это классика а это классическая а это наверное для чего-то вот даже не знаю для чего а это типа классическая она на классической возьмем цена средняя по рубль 25 у нас лук белый лук тоже рубль 25 а вот еще есть какие-то потаты америч америчи что ли вот это наверно то кошка американского что только не придумала такую капусту я не люблю у меня мама с не бурж варила я такую не люблю 99 килограмм огурцы 2 95 это так чтобы осориентировать помидоры 375 есть камеры по 235 и есть по 365 то есть вот они вроде все одинаковые но такие разные играет этот любовь и голуби они мне нет уже закончил что-то другое что на телевизор включил один за одним фильмы идут такой класс девочки мальчики мужчины что купила сейчас покажу вам быстренько так налови вот так вот что я могу сделать сделаю картошку вот эту вот зачем-то мне нужно были пакеты мусорные взяла капусту все я сажусь на капусту взяла пакеты мне нужны мусорные поставила курицу варить ташкарник не сразу разморозь 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 это то что это курица я не весь не хочу капусту на тебе не захотела тащить и бурят не сварить борщ собака сейчас собакам я ее скормлю если она немножко провалится я собачкам данные в этом магазине не было для щенков еды надо идти куда-то так что я взяла может опать я взяла вот тут что удержите пока он пахнет то прям нечто типа вот такой вот универсалку но тут главное что можно ей и раковину эти все и туалет залить как она пахнет и конечно у меня когда была юля там был в домах потом она уже в турцию ехала надо слушать марина у тебя так на кухне пахнет чем это заставляет кого-то пахнуть а потом я поняла ты наверно для вот эту присылку для раковина говорит наверное какой запах просто это просто бомбически это для полов я зала я постоянно пользуюсь лавандр так и и чуть-чуть надо нам концентрировали а вот это вот она у меня кстати ну это не что она как и меня и раскрылась картошка мокра так это на пара тоже тут для стекол для всего видите до стекла и можно сверху брызгать поверхность битера для стекла я использовала потому что у меня закончилась не добыла полы протереть я использовала так это что то что я брала схеме это кстати можно сразу поставить это отнести в поле одну я уже открыла собакам я взялась внутри чтоб не тащить не хватит их а там уже машина будет я не знаю меня спросят что если мишу то надо мне нужно такие вот салфетки без них вообще давно их не покупала без них каждый друг тоже как-то поверхность видели где-то как-то это за собаками потери за кошками такие салфетки брал все дальше что хотела посоветоваться с вами девочки мальчики мужчины я хотела посоветоваться смотрите я купила себе сумку на новый год сделать себе подарок кто не видел а это вот такая вот сумка все мы уже на прямом эфире решили что как-то раз я покупала фиолетовую сумку летнюю и мы на нее и мы на вот эту сумку я еще думаю как же она она на кнопки но в принципе она на кнопки и думаешь что доложить это девчонки посоветовали органайзер положить у меня один кстати есть я его нашла на днях но он в принципе мне казался он неудобный он по моему безмолвный сверху и мне девочка написала прямой трансляции на как мы же вставляли туда липучку отнесу к сапожнику если у него получится ставить сюда липучку на эту сумку сумка стоит 3 рубля это базарный вариант никакая не марка ничего сюда можно просто какую-то допустим я думала брошку но если носить ее вот так брошь будет цепляться здесь поэтому сюда если прям что-то я не знаю может какие-то стразики добавит мне кажется сразу на тюгровом как-то не помуфло очень нравится это вот сочетание она легкая классная можно попросить еще его чтобы он поставил сюда штуки для того чтобы носить ее на бретельке если мы сейчас вам хочу показать это секрет для инстаграма в том плане что в инстаграм я хочу снять видос музыку еще не знаю как после что там предлагайте я думаю ответ это сняла лапкой ожерелья 9 дегре а вот в инстаграм и мне это видео вообще не нравится мне карлик раздражал мне но не нравится сейчас покажу мой инстаграм шок если кто-то не знает хочет подписаться если не хочет вы должны это сделать вот так вот называется баронесса нижнее подчеркивание мэри вот так вот называется и здесь вот кто смотрит за мной и да вот все в актуальных сохранено все что я делала в течение дня сохранено вот еще раз сделайте скрин себе если что подписывайтесь буду рада вот что еще хотела сказать а я хотела сделать что-то вот там же как эти девочки не о том дома там просто шагит как там идут от типа тренд типа идет тренд и 1 когда все начинают снимать я как бы эту песню сняла как бы там платье шикарно там конечно вот но мне он не нравится мне нравится то видео но уже поиск это кстати можно бросить на постирать да как то тихо шумы это самое сейчас будете кушать вкусно я заказала себе на алексе вот такой вот полушубок он очень очень легкий стоил он там 20 22 евро все рукава это капец захочет саша носить будет носить саша не захочет саша носить фок вариант подарить юли сергей смотрите ну заказывать если уже заказывается алекса я не буду потому что идет долго и я почему не зла размер больше я подумала что здесь он у меня все сами запущу я думал что если я возьму ниже возьму больше это м к я думала что вот здесь она будет очень много потому что здесь карманы на месте плечи на месте рукав если вот так вот вот он то есть я хотела заснять в инстаграм больше под него покажу как он сзади смотрится если теперь буду заказывать только сама зона буду заказывать себе если еду я не пристроен никуда но я знаешь еще подумала под эту шутку вот этот она очень легкая но прям весенние это не зимние не зимний очень приятно очень классный мягкий все я знаете что подумала но я почитаю комментарий может там кто-то еще лучше вариант предложит я подумала сюда перья пришить или же варианты ее сделать три четверти и носить под нее перчатки высокие и будет незаметно то есть просто его так относится это весенний вариант ее можно носить вот так а здесь перчатка будет если дальше смотрите под нее можно одевать вот такой вот кипарь это мне подарили вот такой кипарь можно одевать перед вот эта сумка этот образ я хотела заснять в инстаграм еще были еще будет дополнение еще не все пришло не дополнение вам покажу хочу посоветоваться чтобы инстаграме она выстрела смотрите вот под эту сумку вот так вот смотрите или же не кепку у меня есть еще с того года у меня осталась вот такая вот шапка смотрите и вот такая вот шапка такие же будут сапоги если опустить руках вот так вниз руках нормальный может я сама себе придумываю как-то хочется да еще два сантиметра не но если так стоять вот так стоять рукав нормально прям нормально нету такого что он залез прям на пальцы опять же возможно я сама себя уговариваю ну вот возможно вот так хотя может на всех рукавах когда поднимаешь подскакивает я просто подумала сюда какой-то черный мех не меха вот этот вот пришить смотрите сюда вот это было она сюда не подходит потому что сама по себе качество плохое видите одна веревка и несколько пуши пушинок вот этих вот перьев страусиных можно ее сделать сейчас это все модно и это будет очень оригинально в том плане что такого ни у кого нет вы будете от на пусть это я понимаю что сейчас многие кто нормальные люди смотрят если вдвойне сделать нормальные люди кто смотрит они скажут боже это бред как всегда я из ту серии что хорошие сапоги вера нужно брать вот смотрите с этой шляпой такой загадочный вариант с кепкой да более такой молодежный вариант смотрите просто я думала что может быть туда астраусины и такие штучки знаете купить хотя она немножко неудобно нацепляется хотя ведь она а ногу удлинила рука и смотрится по-другому то есть я точно и который я не боюсь экспериментировать и выглядеть не так как бы хотелось бы другим я не боюсь я наверное думаю что я займусь сегодня вечером этим булажкой этой я наверное ее сюда присобачу и она рукав он длинит и будет казаться как будто так и надо хотя можно купить другой пушок на другую пушок это заказывать надо а здесь уже как булажка она есть под кипарь конечно она смотрится по-молодежной ночи но мне кажется что это не неподходящий пух мне кажется идея неплохая на сам сам это так вот сама была неподходящий она настолько девчонки да ну конечно под кипарь смотрится более молодежно сапоги еще я не знаю сколько мне ждать по времени здесь спине нормально но он очень такой тонкий девочки под атаковать кофту под под кофту нормально на свитер наверное уже будет перебор на спине будет перебор но опять же этот вариант который вот сейчас днем можно одевать вечером хотя у нас погода принципе позволяло не сказал она на кнопках хорошо у саши если саша захочет этот размер дам саш если нет буду носить сама сюда можно почитаю ваши комментарии может быть от старого какой-то кофты есть много кофт от старой пришить сюда манжет черный чтоб он продлевал узнаете просто от кофты 3 допустим от любой толстовки отрезать манжет и пришить сюда на эту вот сторону так что по-моему типа держал потому что самостоятельно потому что так если я стою в принципе длина она хорошая вот с этой сумкой и шапкой если буду использовать образ в инстаграме я думаю что можно снять и шапкой вы там будешь подкрашенная больше то понятное дело и мне кажется можно снять с другой ну типа в одном видео сделать так чтобы было еще кепка кепка вообще шикарно она вообще посмотрите по молодежному невозможно поискать на амазоне тигровые перчатки как дополнение к этому чтобы если руку поднял я не знаю может я размер мой если вот так вот о не надо пришел потом ударить кому-то придется ну короче с туфлями и с таким я еще знаете там был вариант длинной шубы я не хочу потому что у нас погода если ты там где-то где-то куда-то ездишь на какие-то курорты там на зимний да ну посмотрелось нашем городе длина неудобно даже когда ты идешь это во первых а во вторых как там это длина классная я длину и рассматривала длинную по варианты рассматривала длинную типа шутку но потом посмотрела что это смотрится хорошо и принципе там задувает ветер можете обратить капюшон опять же за свитер по мере уже завтра его сегодня не хочу на свитер мерить вот его можно и на свитер то есть вот на такой тонкую кофту можно одевать но это было на алексе я там уже брать его не буду потому что долго очень посмотрела вчера на амазоне в принципе чуть подороже стоит но некоторые некоторые идут быстрее но сам материал такой знаете толстый то есть если это такой тоники прям приятным прям плюшевый мягкий прям офигенное качество то тоже на амазоне они прям такие толстые прям как шуба я такую шубу не хотела очень подожду ваших комментариев не знаю я прям у меня прям рука чешется конечно сюда только не на него другой кушок приделать правда делать ее по-современному понимаете что она такая вот была видите как она сразу заиграла другими красками сразу вот она уже модная стала не просто обрубленный рукав и там выглядывает какая-то кофточка типа вот элемента только него всегда нужно не пласть нам надо другой пух хотя это тоже можно относить пришить его можно он смотрится артистично хорошо я сейчас смотрю на видео камеру даже играет и само качество не очень хотя ты не будешь носить ее каждый день качество не очень этого мне это нравится чем больше я сама себя уговариваю тем лучше я с этим согласна все девочки сегодня сажусь значит я буду делать это было посмотрю приходки как она будет у меня потому что видите здесь самого лишь говорю не хочет было мне нету хотелось такой знаете пушок число покажу хотелось бы вот такой вот именно вот такой вот мелкий вот такой вот мелкий только черный понятное дело не розовый он смотрится видите более понижнее то есть он делает рукавчик вам и он смотрится не торчат вот эти вот эти вот эти пуша если есть сумку ли еще куда-то ну конечно будет все отрываться и увидите я никогда не выбрасываю пушок у меня собирается а вот купить такой черный и доделать рукой или верили будет ушел варю кота собакам вот такой вот слушайте может рискнуть вообще сюда розовый присобачить он же не сочетается а сейчас очень модно сочетать несочетаемое и этот розовый конечно основания мне нравится когда меня потом обзывают типа там мой какой пред это безвкусица мне так это нравится потому что я смотрю instagram страничек итальянской моды там которые у девчонок у которых свои магазины такие шмотки там такое все красиво это такое все не ордина не ордина вот если бы даже розовый мне кажется сюда ктигромом смотрится черный или серый ладно почти отрубляю девушки мальчики и мужчины на это меня с вами попрощаться если сашке понравится я не люблю когда-то типов ты видишь если уже перчатка очень классно очень мягкая очень прям вообще-то фантастика как она пошита и на пляну плюшево и плюшево ну жалко ничего не права не искал могу че все буду ждать ваши комментарии девочки мальчики и мужчины всего самого хорошего пасы рам обязательно посоветуйте что и как обязательно почитаю прям с удовольствием потому что надо что-то вот этот манжет а можно сейчас я напишу не пасе и так все нормально это будет это прямо будет вообще самый лучший комментарий на сегодняшний день что не пальцем потому что это считает там ты не накрашена там это ты не хотя красота она тука сколько красоты вода на человеке вот и может быть и не надо не надо париться поймать оденешь черные брючки или там лосины у меня будут я не знаю еще не решила что я там в видео наверное мастина надо черные у саши взять там сапоги в это это и музыку на свой там какой тренд будет пока сапоги дойдут какую-то музыку за снять буду ждать комментарии